Таревьеха Популярностью курорта город обязан не только чудесному климату и отличным пляжам, но и множеству соленых озер, разбросанных вокруг Таревьехи. Они служат одним из крупнейших мест добычи поваренной соли в Европе. Стоит обратить внимание на соленое озеро Салада де Таревьеха, расположенное на западной окраине города. К сожалению, не удалось туда попасть. Какие-то новые правила запретили принимать соленые и грязевые ванны. Возможно, это время. Наши местные друзья предпочитают пляж Кабо-Рочи. Нам тоже понравилось. Добрую половину жителей города составляют иностранцы. В основном это британцы и немцы скандинавы. Кроме того, в Таревьехе располагается самая крупная в Испании русская община, порядка 3000 человек. Таревьеха расположилась на изрезанном скалистыми выступами побережье. Пляжи растянулись на 20 километров вдоль береговой линии. Таревьехи. Еще среди туристических мест Таревьехи следует отметить ландшафтный дюнопарк. Символ города – Старая башня. Таревьеха так и переводится – Старая башня. Разрушился от ветхости, однако местные жители на собственные средства построили новую старую башню на месте. Перед нашим отъездом случился природный катаклизм. Все средиземноморское побережье накрыл шторм. Жуткий циклон прошел почти всю страну. Сторожилы такого не помнят. Два дня шел сильнейший дождь. Беспрецедентное количество осадков. КОНЕЦ Все новости только об этом. Погибло 6 человек. Это место уникальное с точки зрения климатических условий. Летом не бывает сильной жары, порядка плюс 25, зимой не бывает сильных холодов, в среднем 10-12 градусов тепла. Солнце в Тревельехе светит 320 дней в году. Дожди никогда не идут более двух суток подряд. Мы даже не предполагали, что попадем в дожди, да еще в какие. Это район Ламака. Последствия шторма. Вылететь вовремя мы уже и не надеялись. Однако погода стала быстро налаживаться и улетели с небольшим опозданием. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова